С августа прошлого года жители Тверской области начали получать платежки за капитальный ремонт с новыми, едиными для всего региона тарифами. Собранные средства аккумулировались либо на спецсчете дома, либо в так называемом «общем котле». Контроль за сроками выполнения и качеством работ, ответственность по выбору подрядчика – все это взял на себя Фонд капитального ремонта. По итогам краткосрочной программы на 2014 год замена и ремонт лифтов или кровли были выполнены в 112 домах Тверской области. Наибольшее число домов отремонтировали в Нелидово – 31, в Твери – 21. Общий бюджет капремонта составил 172 миллиона 600 тысяч рублей. Финансирование краткосрочного плана 2014 года было полностью за счет бюджетных средств. Ни рубля средств собственников, потраченных на реализацию краткосрочного плана 2014 года, не было. В 2015 году дома будут ремонтироваться уже в том числе и за счет взносов собственников. Поэтому так важен вопрос собираемости платежей. Самыми злостными неплательщиками пока являются жильцы новостроек. Информация по собираемости платежей в каждом доме есть на его публичной странице на сайте Фонда капитального ремонта. На 1 июня сумма задолженности по квитанциям за капремонт составляет 354 миллиона рублей. Начислено 1 миллиард 35 миллионов 644 тысячи рублей. Это общая сумма начислений. Собираемость на сегодняшний день повысилась. Если говорить про сквозную собираемость, она сейчас составляет на первое имя 2015 года 66%. Мы обращаемся к судебным приставам, которые дальше в установленном законном порядке взыскивают с должников эти суммы. В этом году на капитальный ремонт уже заложено порядка 355 миллионов рублей. Отремонтировать планируется в два раза больше домов, чем в 2014. Пока это будет лишь замена лифтового оборудования и ремонт кровли. Но в будущем будет выполняться весь комплекс работ. Замена лифтового оборудования или проведение одного из видов работ, указанных в законе, мы понимаем, что не решает проблему. Это не панацея. Возможно, через какое-то время мы сможем говорить о том, что принцип производства работ может поменяться. Возможно. Это в том числе зависит от собираемости и от средств накопленных. Гарантийные сроки уже выполненных работ составляют от двух до пяти лет. Пока претензий у собственников и фонда капремонта к ним нет. Что касается самой программы, собственники могут посмотреть, в каком году запланирован ремонт в их доме. И при условии софинансирования со стороны муниципалитета или собственных средств ускорить его приближение. Марина Ивстрат, Илья Чечен, Рентовый пилот.